МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухаралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Вся древность на маленьком качке земли. Житель Ботлифа создал частный музей в родном селе. Уникальный лес, редкие растения, занесенные в Красную книгу. Все это содержит в себе Самурский национальный парк, созданный Дагестанем. Награды нашли своих обладателей. В Дагестанском исламском университете состоялась награждение лучших представителей единого. Новый год, новые законы. В России вступил в силу ряд изменений в законах, которые напрямую коснутся жизни граждан страны. В частности, с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда. Теперь он составит 12 130 рублей. Кроме того, малоимущие семьи начнут получать пособие на детей до 3 лет в размере МРОД. С Нового года жители России будут выходить на пенсию в соответствии с принятой пенсионной реформой. В 56 лет женщины, в 61 год мужчины. Выплаты неработающим пенсионерам с января должны вырасти на 6,6%. В среднем на 1000 рублей. Ждут россиян и неприятные нововведения в сфере ЖКХ. Цены на коммуналку вырастут на 4%. Также изменения ждут и автолюбителей. Им впредь запрещено ездить на машинах без номеров после покупки транспортного средства. Несколько сотен антиквариатов на одном клочке земли. Житель Бодлиха Абу Али Алиев создал частный музей в родном селе. В коллекцию мужчины практически все. От старинных фотоаппаратов до археологических находок. В атмосферу древности ненадолго погрузилась моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Эту коллекцию антиквариата Абу Али собирал более 20 лет. С чего начиналось увлечение он уже не помнит. Но эта маленькая комната быстро пополнилась различными старинными вещами и превратилась в уникальный частный музей. Экспонаты интересны каждый по-своему. В обширной коллекции старинные фотоаппараты, бытовые предметы и украшения. Есть, среди прочего, даже так называемый стол Дракулы. Вот самая дорогая вещь, которую я приобрел. Отдал за нее 50 тысяч рублей. Карни столы где-то в 18 веке, может, начало 19. Показывал специалисты столы Дракулы, говорят, одни, другие. Что-то одно лицо хамеры, здесь можно здесь поснимать. Вы видите, вот здесь изображены лица. Предметы древности Абу Али с азартом покупает и ищет упорно. Помогают ему в этом деле как друзья, так и семья. Я с ним иду всегда на шкопки. На раскопки идете? А куда? Где озеро, еще в лес идем. Сейчас в этой маленькой комнате хранится несколько сотен разных экспонатов. Счет Абу Али не ведет. Находить место для новых с каждым разом все труднее. Но отказываться от своего хобби мужчина не намерен. Строит уже отдельное просторное помещение. Я сколько его знаю, он, конечно, намного младше. Сколько его знаю, столько он и собирает этот музей. Конечно, сгорел он, много ценностей у него исчезли. Но он снова не пал духом. Снова собирает, ездит, собирает. Очень любит свой край. Для Абу Али здесь цена на каждая вещь. Признается, что ни за какие деньги не продал бы ни один антиквариат. Для него в этом деле финансы – это не главное. Важнее сохранить дух времени. В Дагестане появился Самурский национальный парк. Постановление правительства о его создании вступило в силу 4 января. В нем экологи планируют сохранить уникальный лиановый лес. Флора территории насчитывает более тысячи видов, среди которых много реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу России. Кроме того, Самурский лес является одним из востребованных и посещаемых туристических мест. Наспарк будет находиться в ведении Минприроды. Ведомство упорочено обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на его территории. И о спорте в Дагестанском исламском университете состоялось награждение лучших представителей единоборств. В минувшем году учащиеся этого ВУЗа выигрывали чемпионаты города, республики и страны, за что были удостоены ценных презентов из рук именинных спортсменов. Подробнее Курман Рагимов. В здоровом теле здоровый дух. В Дагестанском исламском университете подвели итоги спортивного сезона. Руководство ВУЗа решило поощрить десятку спортсменов, которые в течение 2019 года проявили себя в разных видах единоборств. Каждому лауреату вручили подарок и денежный приз. В этом году, так и в прошлом году, мы наградили тех студентов, которые проявили себя в учебе и параллельно завивали титулы разных чемпионатов. Есть чемпионы мира, чемпионы России, также Дагестана. Они также совместно с результатами спортивными показывают и учебу хорошую, и спорт. Мероприятие собрало много почетных гостей. Поддержать студентов пришли представители муфтията и именитые спортсмены, среди которых были победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и рекордсмены книги Гиннеса. Гости не скрывали своего восхищения учащимися, которые, наряду с изучением религиозных наук, преуспевают и в спорте. В первую очередь, я заметил, что ваше дело намного ценнее нашего дела. Конечно, чем спорта, изучение гаима намного ценнее. Я так считаю, я думаю, это самое согласное. Так что хочу пожелать всеми, ты поднимай. Чемпионы не ограничились словами поддержки и пожеланиями. Кульминацией этого вечера стал большой мастер-класс, где приглашенные спортсмены вышли на татами и поделились секретами своего мастерства. Коронные комбинации показали бойцы и боксеры. Эффективные приемы демонстрировали борцы и грэпплеры. Также всю красоту борьбы в кимоно показали и дзюдоисты, исполнившие несколько амплитудных бросков. Самые бурные овации вызвало выступление знаменитого силача Амара Ханапиева. 55-летний богатырь установил более 60 мировых рекордов. Здесь он скручивал гвозди и арматуры. Без особых усилий порвал журнал толщиной в сотни страниц. Некоторые трюки выполнял даже зубами, а в конце превратил металлический угольник в цифру один. Это железная тушь. Останяем здесь на добром. Ханапиев приехал в университет не с пустыми руками. Силач передал вузу подарок, сделанный меньше, чем за сутки до мероприятия. Имя Аллаха. Мы могли увидеть в любом месте, где скучно нет, в всех районах. Это 330. През делегации спортсменов запомнится студентам ДИУ надолго. Полученные навыки они смогут применить уже в новом соревновательном сезоне. Первая очередная цель поощрения, чтобы они лучше учились. У нас спорт идет для того, чтобы мутаалимы больше учились, чтобы у них выносливости больше было, чтобы мотивация была. Для них это поощрением идет. В завершении участникам мастер-класса вручили благодарственные письма и другие подарки. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова